Это программа СНОСКА в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Следующая неделя пройдет у нас под эгидой борьбы с инсультом. К сожалению, эта болезнь может коснуться каждого из нас. Сегодня мы поговорим о том, есть ли жизнь после инсульта, как его предотвратить, заметить и расскажет обо всем этом главный невролог Алтайского края Сергей Александрович Федянин. Сергей Александрович, у меня первый вопрос такой. Хочется понять статистику. Сколько пациентов каждый год поступает с диагнозом инсульт? Примерно ежегодно инсульт случается у 8 тысяч человек в Алтайском крае. Они поступают в различные отделения, проходят лечение в преимущественно специализированных отделениях, которые предназначены именно для лечения больных с инсультами. Каждый год эта цифра растет или она примерно держится на одном уровне? Примерно держится на одном уровне. Всегда мы слышим о том, что инсульт молодеет. Вы мне уже тут перед интервью сказали, что это не совсем корректно так говорить. Объясните, почему? И какой самый молодой возраст пациентов, которые поступают с инсультом? Ну, начнем с того, что действительно инсульт может встречаться в любом возрасте. Он встречается и у детей, и у взрослых, и у пожилых людей. Чем старше возраст, тем более высокий риск развития этого заболевания. Значит, с чем связан в молодом возрасте инсульт? Он может быть связан либо с какими-либо заболеваниями, которые приводят к инсульту. Например, нарушение свертываемости крови, заболевания, врожденные аномалией сосудов и так далее. И он может быть у молодых связан с нездоровым образом жизни, с вредными привычками. А вот вредные привычки, образ жизни, вот перечислите то, что может привести к инсульту? Курение, алкоголь, употребление нездоровой пищи и так далее. Вот это основы. Гиперхолестерин и врожденные, вот нарушения обмена холестерина, ну и так далее. Ну а средний возраст пациентов, которые поступают к вам? Ну, конечно же, это в районе 70 лет. 70-80 лет. То есть это такая группа риска прям? Да. И, в общем-то, с каждым годом, с возрастом риск инсульта увеличивается. В основном, это, конечно, заболевания пожилых людей. С какими симптомами попадают пациенты? И на что необходимо обратить внимание, когда мы видим, что с близкими, там, на улице кому-то стало плохо? Вообще существует ряд основных симптомов, которые развиваются при инсульте. Ну, первое – это нарушение речи. То есть человек либо теряет речь, либо его речь становится непонятной для окружающих. Второе – разбитие мышечной слабости. В основном, односторонней. Допустим, парализовало руку или руку или ногу с какой-либо стороны. И третье, получается, может быть, интенсивная головная боль, которая развилась впервые в жизни у этого человека. Это кровоизлияние в мозгу проявляется таким образом. Что еще может быть? Еще может быть нарушение мимики с одной стороны, то есть паралич мышц лица. Ну и существует тест, вот такой удар, и он именно отражает вот эти основные симптомы. Это так называется комплексы вот этих симптомов. Поэтому можно даже с помощью этого теста увидеть этот инсульт не медику у окружающих. Нужно попросить человека улыбнуться, сказать какую-либо фразу, например, дети идут в школу, чтобы оценить речь. И попросить человека вытянуть вперед ручки и закрыть глаза. И если одна рука будет слабая, она непроизвольно будет у человека опускаться. И вот таким образом можно диагностировать инсульт у окружающих, даже человеку, не имеющему медицинского образования. Сколько у нас есть времени, чтобы спасти человека и минимизировать последствия инсульта? И еще сразу такой вот вопрос, как мы можем до приезда скорой помощи помочь человеку? Если мы заподозрили инсульт у кого-то из близких, у кого-то на улице, в первую очередь, конечно, нужно вызвать скорую помощь. Чем быстрее человек будет доставлен в стационар, тем у него более лучший будет прогноз. Что нельзя делать при инсульте? Не надо пытаться его лечить самостоятельно, давать какие-либо препараты и так далее. Потому что инсульт может быть как ишемический, то есть связанный с закупоркой сосуда, так и кровоизлияние в мозг. И лечатся вот эти два состояния совершенно по-разному. Нужно обеспечить приток свежего воздуха. Нужно уложить человека в удобное для него положение, расстегнуть ему верхний воротничок рубашки и смотреть, чтобы не было каких-либо нарушений, чтобы не было работы, чтобы он не остановил их дыхание и так далее. И ждать скорую помощь. Вообще у нас существует такое понятие, как терапевтическое окно, которое занимает по времени 4,5 часа. Это тот промежуток, когда мы можем растворить тромб больного с ишемическим инсультом и, в общем-то, устранить причину инсульта. И в этом случае очень хорошие шансы вплоть до полного выздоровления. Существует еще оперативное вмешательство, то есть тромб можно удалить механическим путем. Этим занимаются ангиохирурги. И вот там терапевтическое окно немножко шире, до 6,5 часов. И в некоторых случаях мы даже можем и до 12 часов его расширить. Вот вы говорили про ишемический, да, получается? И второй это геморрагический. Вот при геморрагическом инсульте тоже 4,5 часа? Геморрагический инсульт, там терапевтического окна не существует. Если произошло кровоизлияние в мозг, малые кровоизлияния могут лечиться терапевтически. Обширные кровоизлияния лечат нейрохирурги. Если у человека есть показания для нейрохирургических вмешательств, там делается операция, и гематома, это удаляется. Если во время терапевтического окна пациент не попадает по каким-то причинам в руки врачей, через сколько наступает летальный исход? Ну, он же не обязательно летальный исход. От инсульта можно погибнуть и сразу, от инсульта можно погибнуть в течение какого-либо срока. Но основная масса больных с инсультом, конечно же, ну, по сути, выздоравливает, но имеет какой-то неврологический дефект. Если погиб участок мозга, который отвечает за движение, не будет движения. Если погиб участок мозга, отвечающий за речь, не будет речи. Если погиб участок мозга, отвечающий за зрение, то будет изменение зрения. И вот это те последствия инсульта, с которыми мы потом сталкиваемся тоже. Поправьте, если я неправильно все это понимаю, вот где-то слышала, что при поврежденном, то есть если один участок мозга поврежден, то другой участок может частично взять на себя какие-то функции. Действительно, это так, и на этом основаны принципы реабилитации больных после инсультов и после других заболеваний нервной системы. Так вот, насколько важна вот эта реабилитация, то есть после того, как у нас пациент, вы его там прооперировали или растворили вот этот вот тромб, то есть я так понимаю, что в ближайшие недели вот это вот очень важное время для того, чтобы человека реабилитировать и вот минимизировать эти последствия? Конечно. Реабилитация начинается сразу после поступления больного в стационар. Для этого существует так называемая мультидисциплинарная бригада. В составе этой бригады имеется врач-кинезотерапевт, который, ну, по сути, это врач лечебной физкультуры, который занимается восстановлением движения. В этой мультидисциплинарной бригаде есть логопед, который занимается нарушением речи и нарушением меглотания. И в этой же бригаде есть еще и психологи, которые занимаются высшими корковыми функциями, допустим, счетом, праксисом больных и так далее. Я понимаю, что каждый случай индивидуален, но все-таки вот есть какой-то процент пациентов, которые вот возвращаются к обычной жизни и, ну, в принципе, даже не скажут, что когда-то он там перенес инсульт. Это большой процент? Ну, это не сильно большой процент. Около 30% возвращаются к вообще нормальной жизни. И, в общем-то, у них может быть и незаметно последствия инсульта. Но это происходит в тех случаях, когда очаг поражения, он занимает небольшую площадь мозга. И можно восстановить больного полностью. Новые методики позволяют это сделать? То есть если мы сравниваем то, как реабилитировали там лет 50-60 назад и сейчас вот… Мы как-то снимали у вас в отделении, у вас такой большой интересный реабилитационный центр. Вот какие-то новые аппараты, новые методики позволяют более качественно возвращать человека к полноценной жизни, чем ранее? Конечно. Существует аппаратура с так называемой биологически обратной связью, когда человек совершает какие-либо действия, они обрабатываются компьютером, и он видит это на экране, он совершает еще больше этих действий. Ну, то есть новые методики, конечно же, есть. Самая примитивная была такая вот биологически обратная связь, когда человек сидел перед зеркалом, за зеркалом у него была парализованная рука, а здесь у него была здоровая. Он смотрел в зеркало, шевелил здорово, ему казалось, что шевелится больная, и больная рука начала, начинала у него действительно двигаться. То есть вот, так сказать, элемент самого простого приема в реабилитации с биологической обратной связью. Здесь, наверное, как и во многих болезнях, важна сила воли, наверное, если человек хочет выздороветь, вернуться к обычной жизни. То есть вот насколько вот эта мотивация важна? Это основа. Если человек не хочет заниматься, если у него нет мотивации, заставить его невозможно, тогда вся реабилитация считается бессмысленной. Это является противопоказанием для ее проведения. Вот вы в медицине наверняка уже давно очень опытный врач видели когда-то вот каких-то таких-то пациентов и их результаты, которые можно назвать просто, ну, никак иначе, как чудеса. Вот когда человек настолько был, возможно, с какими-то неутешительными прогнозами, и потом вы видите, что он у вас выписывается, сам выходит своими ногами. Ну, на самом деле, таких случаев довольно много, в год их десятки. Поступают больные некоторые в очень тяжелом состоянии, в состоянии комы, когда у них отсутствует сознание, и некоторые из них уходят из отделения своими ногами. То есть это можно уже расценивать как чудо. Потом пациенты, которые такие уже более осознанные, которые все это пережили, они меняют свой образ жизни, приходится это делать? Я имею в виду, что, там, не знаю, больше гулять, меньше употреблять какой-то там нездоровой пищи. Конечно, конечно. Мы всем пациентам при выписке даем рекомендации, каким образом продолжать их жизнь. И какие целевые цифры, показатели давления, анализов, какое необходимо питание и так далее, от каких преданных привычек надо отказаться. Основная масса соблюдает то, что мы им рекомендуем. Вот, кстати, еще хотелось задать вопрос. Наверняка же есть какие-то прединсультные состояния, когда, возможно, не так это ярко выражено, как, допустим, когда одна часть лица парализована. Но вот что должно тоже человека насторожить и его родственников? Допустим, если мы еще не подозреваем инсульт, но мы видим, что человеку как-то не очень хорошо. Ну, вообще, существует такое заболевание, как транзиторная ишемическая атака. По сути, это предвестник инсульта. То есть это симптомы инсульта, которые возникают и исчезают. Допустим, возник паралич в руке, и потом он через час, через два часа, через 30 минут, он исчез. Вот здесь сразу необходимо обратиться к врачу. Это может говорить о том, что имеется уже бляшка, которая начала перекрывать просвет сосуды, и уже необходимы медицинские действия для предотвращения инсульта. А вообще причинами инсульта являются основными, конечно, кардиологические заболевания. Это гипертоническая болезнь, это нарушение холестерина, нарушение сердечного ритма. Если есть, допустим, мерцательная аритмия, фибрилляция предсеркта, так называемая, необходимо, конечно же, наблюдаться у кардиолога и постоянно принимать препараты, которые предохраняют, в том числе и от инсульта, и от различных осложнений этого заболевания. То есть пациенты с высоким давлением, они больше в зоне риска, чем с низким давлением? Конечно, конечно. Намного больше. И поэтому, если имеется повышенное давление, это показания для того, чтобы пойти к терапевту или к кардиологу. Ну и хотелось бы вот закончить на какой-то более приятной ноте, чтобы уж не так все грустно. Может быть, дадите какие-то вот прям советы? Мы уже затронули причины инсульта, да, это вот неправильный образ жизни, но все-таки какие-то меры профилактики, которые, возможно, кому-то спасут жизнь. Прогулки, ежедневные прогулки. Употребление все-таки фруктов и овощей каждый день. Переход от жирных каких-то видов мяса больше к рыбным продуктам, к тем, которые имеют больше белковых, так сказать, в своем составе веществ. Вот это основа. Здоровый образ жизни. Нагрузки физические, они должны быть умеренные. Не надо перенагружать организм. Мы не являемся спортсменами. Посмотрите, спортсмены тоже, кстати, долго не живут из-за того, что нагрузки-то у них тоже колоссальные. Заболевания у них встречаются те же самые, что и у обычных людей. Поэтому нагрузки умеренные. Надо контролировать свой пульс, надо контролировать свое давление. Ну и, само собой, это продлит нам жизнь и здоровую жизнь всем нам. А вот врачи сами, в том числе неврологи, соблюдают все эти правила? Просто мне кажется, что у врачей такая колоссальная нагрузка. У врачей действительно очень большая нагрузка. Она связана в том числе и со стрессами, с ночными дежурствами. И это приводит к развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно, мы стараемся больше отдыхать. Конечно, мы стараемся относиться ко многим вещам более просто в своей жизни. Не зацикливаться на них и так далее. Спасибо большое за эту интересную, я думаю, важную беседу для всех наших зрителей. Да что ж, для меня. Я благодарю вас за эту беседу. Напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был главный невролог Алтайского края Сергей Федянин.